В продолжении темы. Поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в округе, в том числе и социально ориентированного, обсудили на конференции в пресс-центре Арины Химки. Это ежегодное мероприятие. Его организует Химкинская торгово-промышленная палата. Основная цель – помочь предпринимателям получить государственную поддержку, в частности, субсидии из городского и областного бюджетов. Слово Екатерине Зайнуловой. Городской округ Химки входит в пятерку самых динамично развивающихся районов области. Наряду с крупными здесь все больше появляются предприятия малого и среднего бизнеса. Работу в этом направлении планируется усилить. Задачу, которую поставил временно исполняющий обязанности губернатора Воробьев, мы ощущаем ее нужность для городской округа Химки развивать малый и средний бизнес, чтобы люди могли работать, достойно зарабатывать и работать недалеко от дома. У нас совместно с торгово-промышленной палатой есть ряд программ, в том числе и по взаимодействию с правительством Московской области и с Министерством экономического развития Российской Федерации. Мы входим вместе с нашими предпринимателями, помогаем им участвовать в программе, получая финансовые средства на развитие и модернизацию своего бизнеса. Всего мероприятия посетили более 160 человек. Это начинающие и опытные предприниматели округа. Почти все заинтересованы в получении субсидий, например, на покупку нового оборудования. Получить средства можно по конкурсу. Первый пройдет уже в июле. Приоритет у инновационных и социально направленных предприятий. Это создание рабочих мест, это социальная направленность, как, к примеру, программа «Ветеран», как палата «Ремесел». Это другие виды деятельности, которые позволяют, собственно говоря, развиваться нашему городскому округу. Также обязательное требование – это прозрачность бизнеса. Часто предприниматели не устраивают сотрудников официально, соответственно, не платят налоги. Такие организации не могут рассчитывать на государственную помощь. Проблема заключается в том, что не у всех документы оформлены должным образом. Будем так говорить. Главное, чтобы предприниматель работал в белую, если можно такое выражение сказать, чтобы он полностью показывал, какая зарплата у него на предприятие, какие налоги он отчисляет. И, соответственно, те предприятия, которые ведут теневой бизнес, естественно, на субсидии рассчитывать не могут. «Субсидия действительно помогла. Я получила как организация менее года, которой мы смогли приобрести оборудование, то есть мы смогли бассейн приобрести, новое оборудование, пожарную сигнализацию установить. Собственно, сбор документов на самом деле не такой сложный этап, как многим кажется». «На субсидии для бизнеса в 2013 году округ выделит 6 миллионов рублей. Планируется, что к этой сумме добавят деньги из областного и федерального бюджетов». Екатерина Зайнулова, Олег Мелехов, Служба новостей.